Рады видеть вас в Острове. У вас с каждым хоккейным городом что-то связано. Что у вас связано с Островой? Я вот не помню, играл я в этот день или нет. Честно, потому что я думал, что я все дворцы помню, а вот этот дворец не помню. У меня такое ощущение, что я где-то здесь играл. В 71-м, в 72-м. А может быть нет. Не могу точно сказать. Все-таки откровенно. Но мне он нравится. Большой, просторный, воздуха много. Дай бог, чтобы лед хороший. Ваш день рождения сборная проиграла 5-й раз подряд. Мы даже расстроились. Как расстроились вы? И что думаете о том, сборная подходит к чем-то чем-то? Кроме этой серии каких-то поражений? Сборная, как всегда, серьезная идет к чемпионату. Я думаю, что состав у нас неплохой, на мой взгляд. Главная задача тренера – расставить правильное движение. И правильно, чтобы использовать тех игроков, которые приедут. Правильные звенья. Это теперь уже руководитель, главный полководец должен все решать. Ну, конечно, хочется выигрывать. Что там говорить. Но дело в том, что все равно даже последняя игра, которую проиграли шведом, она показала силу команды. Много было моментов. И какие были интересы. Ну, к сожалению, реализация была не на высоком уровне. А в первой игре вообще характер показал. Я думаю, что, если бы не ошибки в защите, я думаю, мы первую игру бы выиграли. Спокойно, столько моментов было. Я думаю, что для болельщиков вообще, по-моему, девять шайф получить удовольствие посмотреть. А вторая, ну, первый период мы вообще их из зоны не выпускали. Хотя там шведы, извини меня, они профессионалы, они умеют. Вы видели, как они реализовывают? Каждый момент они почти или голевые, или опасные. Поэтому, ну, конечно, хотелось выиграть. Ну, естественно, ну, такого осадка плохого-то не было. Почему? Потому что все-таки игра есть, и видно желание, ребят. Поэтому... И мне очень понравилась публика. Просто. Да. Мы постарались с федерацией тоже все сделать, чтобы это был праздник. Я вот, да, сидел, наслаждался вот то, что... Особенно первая игра, когда 5-0 проигрывали, и публика, знаете, да... Я в советское время могли свистануть. Могли. Я такое помню, когда, например, весь я пропустил, там шишайб, меня там свистанули тоже. Как было обидно у себя, когда я за воротами шайбу останавливал. А мне это свистели. Свои дома. А Худобини, он, как думать, перегорел тогда просто в том матче? Ну, я думаю, что-то у него игра не пошла просто. Не пошла игра, видно. Я думаю, сейчас... Самое главное сейчас, в чьих тренировках набрать свое мастерство, он хорош, вратать. А с кем вы играли, когда вы за шайбу за воротами катались? Это мы с Чехом проиграли 9-3, что ли? Вот, и к самому 6-й шайбы... А что было-то? Причь из вести. Не-не-не, в смысле, вы остановили шайбу за воротами? За воротами. Ну, люди свистели, что вот такой я хорош, что шайбу за воротами остановил. Вообще, вот удивительно, что вы пропускали когда-то. Ну, так, все бывает. Ну, со мной психолог тогда поработал. А, это в тот момент, да, как раз? Да, да, да. Вот, и больше этого психолога не нашли. Сейчас мы ждем Павла Дуцука, думаем, приедет он или нет. У него там ребра обнаружились, какие-то проблемы с ребрами. Как вы думаете, он приедет все-таки, по вашей информации, инсайдерской? И все-таки ветеран, стоит ли его нагружать чемпионатом мира? Ну, во-первых, это должно быть обоюдное желание. И желание сборная. Сборные всегда его хотят видеть. Почему? Потому что, действительно, он игрок высочайшего класса. Теперь надо посмотреть, как у него со здоровьем. Я думаю, что такой мастер, это просто украшение любого чемпионата. Потому что то, что он делает на площадке, наверное, ни один так не делает. Каждый в своем оплу, а Вечкин у него... В советское время даже никто не делает такой? Ну, в советское время не делает. А, вот. Но я имею в виду сейчас, в данный момент, я считаю, что он выделяется среди всех. У Вечкина свой стиль, у Малкина свой, а у ДСК вообще непредсказуемый, по-моему. То, что он может на льду делать, поэтому... Это украшение чемпионата, поэтому мы понадеемся. В частности, сегодня сборная выступила с заявлением, опубликованным на сайте ФТР, где говорят про слова «Майдан», «Горе-реформаторы», «Темные силы», которые что-то пытались сделать. А как вы относитесь к этим заявлениям? Ну, от Канга я не читал, надо почитать, когда я почитаю, тогда... Его почему-то потом удалили даже с сайта. Я не читал, не могу. Знаете, о чем вы говорите? Я надо просто почитать, понять, почему это, а потом я могу тогда завтра вам отмазать. Скажите какую-нибудь историю, связанную с Чехией, с Астралой. Вот вы здесь играли? Ну, так что спрашивали? Нет, нет, нет. Да не помню, что бы я здесь играл. Ну, по-моему, я играл, только не помню. Получилось? Не помню. Вам последний какой-нибудь запоминающийся матч с Чехии, ну, по-моему, кроме приза извести? Да там каждый матч был. Знаете, потому что с Чехии, с Чехословакии у нас всегда были матчи за финальные, за золотые медали, на Олимпиадах, на чемпионатах. Поэтому каждая игра с Чехией, она всегда была сложная, она еще была, и еще не очень дружеские отношения были после 68-го года. Это тоже очень... А что случилось-то? В 68-м? Ну, историю надо читать. Руслан Александрович, Чикаго для вас команда не чужая, вы прекрасно знаете, вот Панарин едет туда. Куда он попадет, в какую команду? Если он в Чикаго, Чикаго, Blackhards. Не, я понимаю, но какая там организация, там же болельщики свои особенные. Там потрясающе. Виурс, хозяинка. Я не хочу обидеть других болельщиков в Америке, но то, что там творится, особенно когда гимны Америки играют, там 22 тысячи поют и бьют, все время хлопают. У любого хоккеиста спросите, вот Джамнович, что сказали, что когда они приезжают в Чикаго, только в Чикаго такая атмосфера, она какая-то такая, ну, нигде, ни в одном клубе нет такого, на стадионе, как в Чикаго. Там такая атмосфера, когда они все как-то объединенные вот этим гимном, вот всех хлопают, аплодируют, она заставляет мобилизовываться любую команду, которая туда приезжает. И вообще болельщики там очень хорошие, я знаю, что они прощают и ошибки, и болеют у своей команды. Поэтому я считаю, что он в хорошую команду попал. Там организация хорошая, болельщики хорошие, праздник хороший. Это похоже на Монреал, где могут съесть за любую ошибку? Нет, 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 нет. В отличие от Монреаля, в Монреале в Торонто очень сложно играть, в Канаде. Почему? Потому что там каждый знает хоккей, вот, а здесь знает хоккей на стадионе. Ты вышел, два шага, уже все, ты растворился. Конечно, болельщиков много, но не так, как в Канаде. Потому что в Канаде, по-моему, каждый второй знает, и знает, как играть надо, и все. Поэтому каждая твоя ошибка, она везде в прессе, и поэтому прессинг очень большой. Особенно Монреаль, я знаю, и в Торонто. А здесь, здесь свободно, тебе прощай. Это важно. Вопрос на немножко сторону, я уже несколько лет его хочу задать. Сейчас писал статью про Гашек, опять он всплыл. Как же Чикаго обменял-то тогда, в начале 90-х? Такой гений потом, 6 резин взял. Я вам расскажу, было 7 вратарей, когда мне пригласили выбрать из них кого-то. Белфорд там лучше всех играл, вот, у нас двухсторонние игры были. Вот, Гашек, он, ну, он был где-то третьим. Вот, по игре. Потом, значит, в середине сезона его отправили в Индианаполис. Вот. Майкинин сказал, поезжай, посмотри, как он там играет. Я приехал туда. Я же рассказываю эту историю. Он при мне за два матча 12 шайб пропустил. И потом мы с ним пошли поужинать. И Гашек мне говорит, Владислав, я не хочу в Чикаго, я с Кельным уже хочу договориться, там у меня уже сумму дали. Скажи, что я плохой вратарь Майкинину, и что меня отпустили. Я говорю, хорошо. А потом я подумал, если я скажу, что я плохой вратарь, значит, я плохой тренер. Я тогда, я тогда сказал, выхожу, я говорю, как Майк, ну, как он? Я говорю, да ничего, ну, там, защиты слабо играл. Но он нормальный, хороший, вот. Ну, он попросил Майкинина, чтобы его отпустили. Вот, в Европу, в Кельн. Майкинин его не отпустил. Вот, и потом он, вы знаете, сыграл хороший матч, когда в Питтсбурге последний там Белфорда сняли, он вышел и очень хорошо сыграл в последнем периоде. И его поменяли в Баффало. Вот, все, и вот, заиграл. А так, он матч, вот, я помню, мы приехали куда, в Эдмонтон, да, ему четыре сразу забили, Белфорда обратно поставили. Его в фармклуб отправили. У него как-то не заладилось. Хотя я очень старался. Мне было с ним легко работать, что он по-русски понимает. Понимаете? Я всегда двум вратарям уделял внимание. Ну, конечно, во время игры, допустим, с утра, я больше уделяю внимание тому вратарю, который играет. Вот, поэтому у меня с ним нормальное отношение. Но вот потом он Баффало раскрылся. Вот так. Он должен будет мне спасибо сказать, что он не уехал. Если бы я сказал, может быть, его и сразу бы в Кельн отправили. Вы волнуетесь, когда приходите на такую передачу, как вечерний Ургант на всю страну, или наоборот, как-то смешно, весело, расслаблено. И что скажете о талисмане, который выбрал? Я стараюсь, потому что я знаю, куда я иду, и знаю, что надо пошутить, и Ургант им нравится. Он говорит, я всегда люблю, когда приходите, так что я всегда что-нибудь скажу. Ну, это правда, ёбчик забил. Когда мы проиграли, проиграли этим полякам. Это действительно, они не выиграли ни одной игры. Одну игру. Катаринке, вот оно и выиграло. Они же вылетели. И вылетели вообще, да. А нам это была история сто процентов. Нет, я когда прихожу, я знаю, что надо пошутить где-то, что. Алексей, он такой более серьезный был. Собачку вот выбрали, Лайку. Ну, Лайку выбрали, но там больше не было близко ничего, понимаете. Вот это одно из того, что было. Мы предложили Международной Федерации, вот четыре, а они дали это. Потому что, во-первых, смотрите, ну, самовар. Посмотрите, самовар, да, как он будет ходить между рядов. Это же, там же будет кукла сделана. Продавать надо куколки. Продавать, талисманы будет, понимаете. Это все и коммерческие. Тем более, он нам не принадлежит, не будет. Не принадлежит, не будет. Он будет принадлежать в Международной Федерации, талисман. Они выбрали его. Ну, ничего страшного, потому что всегда Россию связывают с чем? Что? Сибирь, правильно? Всегда нас, это, всегда. А может, ту, которую в космос запустили, надо будет ту? А, не Байкал. Ну, не знаю. Не, Байкал не будет его называть. А, и не Байкал? Байкал, он уже и все. Просто, какое его название сейчас, вот. Я бы назвал бы Друг. Друг, да. Друг был как-то... По-английски тоже Фрэн. Сигареты были такие. А, вот поэтому, может, нельзя, наверное. А, кстати. Ну, лучше Друга не назовешь. Ну, сказали Увертайм. Ну, поймите, по-английски тоже надо сочетать. Увертайм это многовато. А Друг, я думаю... Фрэн, да, нормально. Да, Фрэн. Нормально, чего он... А как-то еще... Ведь Собака самый первый друг, особенно в Сибири. Вот для, там, особенно кто в Сибири, лайк это уникально. Она же и возит, она и неприхотливая. Она действительно там друг. Поэтому здесь, может быть, вы со мной и согласитесь. Видишь, мы с вами... Ну, я согласен. Да, вот здесь, я сказал своим видом, я еще не знаю, еще будут, ну, как-то думать и какой-то конкурс будет, как назвать. Но Байкал нет, потому что с Байкалом у нас трудно все связано. У меня последний вопрос, что вы скажете про Бобровского, потому что парень на том чемпионате больше двух шагов не пропускал, взял визину, первый-единственный у нас. Он вырос очень... И вам все время благодарен за то, что вы тогда квоту ввели вот эту. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вы очень порядочный, честный и профессиональный вратарь. Вот, просто как человек мне приятно с ним просто общаться. Дай бог, что у нас есть такой вратарь, честно. То есть и человеческим качествам, и профессиональным, и в отношении. И даже у него иконки такие поклоняют то, что я. Вот тут я сегодня зашел, уже давал, посмотрел. Не буду говорить, какие, но мне это было очень приятно, потому что у меня то же самое в отеле стоят те же самые три святых, и у него то же самое. Вот это очень приятно мне. А вы не расстраивались, когда Бобровский окажет, что не приедет в сборную, прошел дальше? Не Бобровский, а Василевский. Ну, расстраивается и Овечкин прошел дальше. Каждый раз расстраивается. Ну, и чуть не судьба. Хотя вратарь хороший. Мне в том году очень понравился. Его характер. Он такой молодой, а уже с характером. Вы помните, против американцев, да? Его поставили, он здорово играл. У нас хороший вратарь, хотя проблемы с вратарями сейчас в России все-таки есть. Вот сейчас многие болельщики удивляются, почему все-таки пригласили Барулина, а не Галимова из ЦСКА. Ну, это надо тренировать просить. Ну, а на ваш взгляд, кто по... Ну, я не знаю, трендовая. Может быть, то, что Галимов... Ну, в принципе, они равные сегодня. И можно сказать, что у них были хорошие матчи, не очень хорошие матчи. Вот, и тот и другой не попали в плей-офф, я имею в виду, в финал. Вот. Но ЦСКА-то подальше прошел. Ну, все равно... По огромнейшим. Тоже можно было больше результатов получить от вратаря. Оба хорошие вратаря, но тренеры-то, конечно, они определяют. Рослав Санч, вообще есть в нашей команде человек, может, несколько, за кому вам особенно интересно последить в этом чемпионате? Что вы знаете? Кому вам интереснее всего последить за кем? Следить? Из наших. Может, по найм, там, первый чемпионат для науки. Кто-то другой бывает. Нет такого, что ли? Мне... Я за Рип... Я за... Люблю за Рипова. Мне он нравится. Он мне напоминает, что это ЦСКА-то такой, такой миниатюрный. Потому что он действительно уникальный. Играет, я считаю, любую из которых он играет. У него непредсказуемые все время движения, пассы отдает. Ну, мне нравится. Это из ветеранов. А вообще я слежу за всеми, за всем переживаю. Очень хотелось бы, чтобы каждый, особенно, кто первый раз приехал, ну, почувствовал, что это такое. Потому что одно дело, это плей-офф наш, финальный хокин-лиг, а другое дело, чемпионат мира. Я помню себя. Вот эта первая раскатка, она вот эта атмосфера, она какая-то такая, знаете, волнительная. И первая игра, она особенно волнительная. Я не знаю, как я помню, вот, сколько я играл. Первая игра всегда волнительная. Мы много пропускали. Очень, как статистически. Первые игры, мы всегда, как бы, с американцами играли. Ничего так. Первые матчи. И всегда волнительная. Потому что переезд, атмосфера, раздевалка. Ну, она немножко там отвлекает тебя немножко, потому что у тебя там, ну, как-то все новое. Гостиница, кровать там. Ну, привыкаешь. Потом ты уже привыкаешь и входишь в свое русло. А вот первые дни, она такая немножко, ну, немножко волнительная, но какая-то несобранная. Потому что пока туда, что где-то моя раздевалка, где-то, что-чего. Ну, это естественно, бытовая. Вот у нас после долгой перерыва, все равно не то, что даже тройка, а пятерка. Это я просто в отторге. Я давно говорю, я вот хочу сказать Тимченко, я спасибо. Он сказал, что я, Владислав, тебе сделаю. Вот обязательно сборную сделаю. Я благодарен. Потому что, ну, мы с вами профессионалы, ну, практически в каждой команде у нас иностранец играет. А это, значит, они в первых звеньях, они больше всех на льдов выходят. А здесь вот это звено, оно, дай бог, чтобы оно здесь. Интересно за ним последить, именно на уровне сборных. Посмотрим, как они здесь. Потому что все-таки уровень, уровень вы со мной согласитесь. Даже если вы видели раскатку норвежцев, видели раскатку, как они готовятся, и какие скорости. Я поэтому говорю, здесь совершенно другой уровень. Вот, поэтому, даже если вы видели на Евро-турах, это другой уровень, чем мы играем в Компинальной Кокинной Лиге. Там, да, финальные матчи, да, а вот такие регулярные. Здесь в сборной все-таки уровень выше, я считаю. И скорости выше, и принимать решения надо быстрые. Поэтому здесь вот экзамен для всех, особенно кто-то новичок, для него это первое. Они могут выиграть заслуженными мастерами спорта, это тоже стать. И чемпионом мира. Это большая ответственность. Тем более здесь. Спасибо большое.